Все привыкли говорить о том, что нравится в новой стране, но гораздо реже говорят о том, что не нравится. И вот сегодня в видео расскажем о минусах жизни в Турции, ведь они есть в каждой стране. Но сразу хочется оговориться, что для нас минусов в Турции гораздо меньше, чем когда мы жили в России. Пока за полгода жизни здесь их нашлось только 7. Устраивайся поудобнее. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали. Первый минус. Люди очень медленно ходят по улицам, не обращая никакого внимания на окружающих. Могут встать посреди улицы и их не обойти, не объехать. Или в переходе, набитом людьми, где и так трудно передвигаться. Идут как на променаде, лениво глазея по сторонам, создавая затор. К этому нам пока трудно привыкнуть. Я лично постоянно сталкиваюсь с людьми по пути на свое. Следующий минус. На кассе в магазине можно стоять и ждать, пока кассир закончит свои дела. Поболтает с приятелем со соседней кассой или поперебирает бумажки. И только потом примется пробивать твои товары. Следующий минус. Отсутствие пунктуальности. Приведем пример, чтобы было понятней. Когда мы договоримся встретиться с нашим приятелем-турком, назначаем мы ему время, чтобы быть готовыми к этому времени. Так мы договорились на 6 часов вечера, а он в 4 дня пишет. Я здесь, выходите. А мы еще в пижамах и приходится как угорелыми носиться и устраивать сборы в попыхах. Или, например, договорились поехать на море, и он через 15 минут пишет, что уже приехал, и мы опять же носимся по квартире, как угорелые. И у них все так. За временем вообще не следят. Я даже Вове говорю, неужели он думает, что мы всегда ходим при параде? Что в любую минуту готовы к выходу. Четвертый минус. Заходят в вагон метро на конечные, всех сбивая на своем пути, чтобы побыстрее занять место. А если не на конечные, то заходят в развалочку. А еще и встанут сразу у двери, будто позади них никто больше не пытается попасть в вагон. Следующий минус. Очень быстро летит время. Ничего не успеваем. Кажется, что здесь не 24 часа в сутках, а всего 12. Шестой минус. Очень жарко летом. Особенно в августе. В этом месяце выходим из дома только после 16 часов дня. Причем сама жара нам-то как раз нравится. Но здесь, в Стамбуле, она как-то тяжело переносится. 5 минут на улице, и ты мокрый, как мышь. У Вовы даже как-то ноги подкосились от того, что дышать совсем было нечем. Одним словом, духота. Когда солнце печет, и стоит мор какой-то, что дышать кажется совсем нечем. Следующий минус. Это очень шумные дети. Если дома открыты окна, то целый день можно слышать, как они на всю улицу кричат. То беспрерывно зовут маму. Амэ! 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 И так с утра до самого вечера беспрерывно. Или что-то взрывают, кидают, хохочут. Иногда кажется, что там прямо толпа детей. Выглянешь в окошко, а там всего один. А шума будто от девятерых. Приходится закрывать окна, чтобы хоть немного побыть в тишине. Ну вот, пожалуй, и все минусы, которые мы пока заметили за полгода жизни здесь. Напиши в комментариях, если ты тоже живешь в Турции, с какими минусами ты сталкиваешься. И что тебе не нравится из жизни в Турции. И раз ты там уже внизу в комментариях, можешь сразу поставить лайк, чтобы это видео побольше людей видело. И подписаться на канал. Всех обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok